Всем привет! Это PS6 Reborn, проект по игре про Evolution Soccer 6. И сейчас я вам покажу, как же установить специальные патчи для того, чтобы играть на нашем проекте. Да, в данном проекте PS6 Reborn. И сразу вам хочу сказать, что это делается все просто. Достаточно лишь иметь игру уже установленную, да, то есть мы ее не трогаем. Просто установили игру, и она у нас как бы осталась. И, соответственно, нам нужно будет скачать три патчи, да, на данный момент, и установить их по очередности. Это достаточно легкое дело, так что ничего в этом сложном нет. Нам нужно перейти в раздел для новичков, и там вы увидите тему, называется, что нужно для игры на проекте. Туториал по установке. Ну вот, тут обновлен второй сезон, и, соответственно, здесь вот будет все по очередности. То есть все по этапам. Рабочий клиент, специальные патчи, ну и как бы объяснение, да, как регистрироваться на сервере, кому писать, что прописывать, что делать. Но это я еще покажу на своем примере. Устанавливать патчи достаточно просто. Главное соблюдать последовательность. Следовательность. Это самое главное правило в установке патчей, да. Как бы мы видим то, что идет сначала первый патч, 2.01, затем идет 2.1, и, соответственно, третий патч у нас это 2.3. Три. Вот. Я уже установил игру, ее не трогал, и давайте вместе сейчас установим, допустим, на PES 6. Давайте. Вот у меня, значит, есть уже патчи реборно, да, скаченные, и мы идем устанавливать первый патч. Это у нас будет 2.00 без стадионов. Главное запомнить то, что самый важный этап – это последовательность, да, и, ну, и, соответственно, проверить, чтобы все файлы были установлены правильно. Выбираем директорию, куда устанавливаем. Из ярлычков обойдемся, и пошло копирование, патча устанавливается очень быстро. Ну что же, установка патча завершилась, первый патч мы успешно установили, давайте посмотрим, что тут, соответственно, присутствует. Тут есть кит-сервер, но он нас не интересует. Нас интересует, в первую очередь, фан-сервер. Смотрим, смотрим, смотрим. Так. В принципе, все есть, вот, значит, установка прошла успешно. И, соответственно, далее устанавливаем также второй патч и третий патч. Давайте установим сейчас. Ну, этот патч, в принципе, без установочника идет, мы просто его в папку фан-сервер скопируем в территорию игры. Ну, последующей заменой, естественно. То есть, да, заменяем все это дело. Очень быстро он устанавливается. Ну, это логично. Также, чтобы не запутаться, мы можем посмотреть, какие по очередности патчи мы должны устанавливать. Я своевременно их установил, заранее, естественно, да, чтобы вас не мучили. Я своевременно их скачал себе на компьютер, чтобы быстрее их установить. Ну, что же, давайте установим последний патч. PS6 Reborn патча версии 2.3. Достаточно маленький патч. Ну, там такие изменения для второго сезона кардинальные и не очень. Ну, и мы их устанавливаем в корневую папку с заменами. Так, и что же получается? Получается то, что мы установили все три патча для того, чтобы играть на проекте. Правильно? Правильно. Давайте вместе проверим, запустится ли у нас патч. Во всяком случае, будут ли там какие-то изменения. Кликаем на PS1. Давай, кликайся. Пошла на загрузочку. Так. PS6 Reborn патч. И все. А значит так. Давайте сразу будет залезем. И что мы видим? Мы видим то, что у нас обновленные составы. Соответственно, есть все эмблемки, которые должны присутствовать. Это хорошо, замечательно. То, что у нас все получилось. И сейчас следующий метап у нас будет для того, чтобы мы зашли с вами на онлайн сервер. Для того, чтобы зайти в онлайн сервер и для игры против соперников, нам нужно перейти в третью вкладочку. Реборн сервер, соответственно, если вас зарегистрировали, если вас зарегистрировали, да, как бы вы оставили заявку на получение команды, вас в WoWFox зарегистрировали, соответственно, мы создаем файл хост. Лучше создать на рабочем столе, открываем, ну, как бы у меня он уже создан, да, открывал через блокнот. Соответственно, прописаны, прописаны хосты. Это обновленные хосты, как бы, там были, были кое-какие неполадочки. Стан сервером. Вот, мы сохраняем, соответственно, все хорошо. Ну, как бы сохранилось. Да, все четко. Так, и теперь, смотрите, нам нужно пройти по Windows, System32, Drivers, AQC и Хост. Короче говоря, вот, что мы делаем. Мы, соответственно, идем. Windows. System32, Drivers, оп. И вот он, хосты, и мы их заменяем успешно. И также, друзья, советую вам, знаете, как сделать? Если вы играете на двух проектах, если, и вы играете, например, на двух и более серверах, что, в принципе, возможно, да, то мы просто берем, создаем ярлык на рабочем столе, и теперь, когда вы будете переходить от сервера в сервер, вам просто достаточно сохранить два хоста, то есть два блокнота с хостами, и просто будете заменять их, да. И, как бы, никаких проблем не будет с этим. Давайте посмотрим, смогу ли я зайти сейчас на сервер. Заходим в папку с игрой, хосты прописаны. Заходим в саму игру. Сейчас я звук тогда отключу немножко. Чтобы там громко так прям не было. Хотя и так сейчас будет, скорее всего, достаточно громко. Что же, наш профиль должен был сохраниться. Ну, чтобы тут не спрашивалось 300 раз, на какой сложности я хочу играть, и какой я не кинамики ввести. И, чтобы составы все нормальные, да, как бы, картиночки у нас установились. Патчи. Reborn, вот. Reborn сервер. Ну, тут, соответственно, у нас регистрационный код, да, который вы вводили. И вводим свои данные. Ник и пароль через черточку. Ну, и как вы видите, все, у меня получилось. У меня получилось. Мы заходим на сервер Reborn, соответственно, и можем играть против других ребят, да, наших соперников. Ну, что же, спасибо за просмотр. Возможно, это видео кому-то поможет. И хочу сказать то, что у некоторых возникают проблемы с PS Zoom камерой, да, это чтобы камера у нас была отдаленная. И сейчас я вам покажу в следующем видео, ну, не сейчас, а в следующем видео, как это все сделать. Спасибо за просмотр и пока-два. С вами был PS6 Reborn и Nike. С вами был Игорь Негода.